Раз в два года в Акмалинской области проходит масштабный форум неправительственных организаций. В регионе сегодня действует 642 НПО. Напомним, общественники активно участвуют в жизни области и вносят свой вклад в развитие зеленой экономики, социального предпринимательства и ряда государственных программ. Кто из представителей бизнес-сообщества поддержал форум, расскажет Мадина Смоголова. Программа «Рухани Жангру» стала стимулом для новых идей, говорят представители неправительственных организаций. Активно включились в ее реализацию и IT-компании. Так в регионе презентован «Смарт Рухани Жангру» Акмала. Проект состоит из нескольких частей. Это веб-сайт, это интерактивная карта, это ролики в 360 градусов и мобильное приложение-путеводитель по сакральным местам нашей области. Самое сложное было ездить по районам и находить точное местонахождение мест по сакральной географии. Кроме того, в смарт-систему входит перечень мероприятий и карта социальных инициатив. Программу «Рухани Жангру» обсуждали на отдельной секции форума. На другой говорили о возможностях соцпредпринимательства. На третьей – о ресурсах региона, позволяющих развивать экономику. Мы изучаем различные отходы производства для удобрения социальных культур. В частности, золошлаг мы испытали, что это не представляет экологическую опасность, в то же время повышает плодородию почву и повышает урожайность социальных культур. Примечательно, что форум поддержало и бизнес-сообщество. Звучали реальные истории успеха и планы на будущее. В пленарной части были выбраны 18 делегатов на республиканскую встречу, а также награждены по различным номинациям представители самых активных организаций и победители областного конкурса среди НПО на премию Акима Акмолинской области Камкор.